Многие уверены, что баскетболисты это самые высокие люди на Земле. Однако большинству из настоящих гигантов из-за серьезных проблем со здоровьем желательно избегать вообще любых физических нагрузок. В далекие времена в Европе сжигали великанов на костре вместе с ведьмами, так как считалось, что слишком высокий рост говорит о наличии дьявольской крови. Причин аномально высокого роста несколько, но самая основная и распространенная – гипертрофия гипофиза, которая приводит к переизбытку гормона роста, что заставляет тело непрерывно увеличиваться в размерах. В этом видео мы поговорим о пяти самых высоких людях в истории. Поехали! Пятое место занимает Вайна Муллуринне, который родился 27 февраля 1909 года в Хельсинки, Финляндии. Он рос обычным парнем и не показывал никаких признаков аномального развития, вплоть до самого пубертата. Но уже к 21 году его рост составлял 2 метра 24 сантиметра. Муллуринне считается самым высоким солдатом, служившим в финской армии. В 1930-е годы он путешествовал по Европе как профессиональный борец и цирковой исполнитель. Впоследствии он испытал вторую фазу роста, и за несколько лет до смерти в 1963 году рост Муллуринны составлял 2 метра 51 сантиметр. В следующем списке идет Леонид Стадник с ростом 2 метра 57 сантиметров. Этот украинец родился 5 августа 1970 года в Житомирской области. Он начал ненормально расти после операции на головном мозге в 12-летнем возрасте. Развилась опухоль гипофизы, что привело к акромегалии. С августа 2007 года по август 2008 года Стадник попал в книгу рекордов Гиннеса как обладатель рекорда роста. В апреле 2008 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подарил Стаднику автомобиль Chevrolet. Умер Леонид Стадник 24 августа 2014 года. На третьей строчке находится родившийся в 1932 году в городе Баффало, штата Нью-Йорк, Джон Кэрролл. Рост этого американца составил 2 метра 64 сантиметра. Его необычайный рост начался в возрасте 16 лет и продолжался до самой смерти, несмотря на различные процедуры в больнице. Кэрролл до конца жизни страдал тяжелым искривлением позвоночника, которое превращало его повседневную жизнь в крайне болезненное испытание. Умер Джон в 1969 году. Второе место занимает Джон Уильям Роган с ростом 2 метра 67 сантиметров. Этот чернокожий парень родился в штате Теннесси на востоке США между 1865 и 1868 годами. Точная дата его рождения неизвестна. Джон был четвертым из 12 детей в семье бывшего раба. Роган начал очень быстро расти в возрасте 13 лет, что привело к анкелозу. Самостоятельно ходить Роган не мог, поэтому передвигался в запряженной козами повозке, которую сделал для себя сам. Умер Джон в 1905 году от осложнений, вызванных его заболеванием. Самым высоким зарегистрированным человеком за всю историю был Роберт Першинг-Водлоу. Родился Роберт 22 февраля 1917 года в штате Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. До 4 лет имел нормальный рост, однако уже к 8 годам его рост составлял 1 метр 88 сантиметров, а к 18 годам 2 метра 54 сантиметра. В том же возрасте он полностью объездил США с цирковой программой, и его негласно называли добрым великаном. 27 июня 1940 года, в день, когда рост Роберта измерили в последний раз, он составлял 2 метра 72 сантиметра, а уже 15 июля того же года Уодлоу не стало. Вот такой был интересный выпуск. А вы часто встречаете великанов в повседневной жизни? Напишите об этом в комментариях. Ну а если вам понравилось данное видео, то не забудьте рассказать о нем своим друзьям. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!